Небольшое затишье, характерное для лета, совсем скоро прервет череда культурных событий, которыми жители и гости города порадуют театры и музеи республики. Тему продолжат мои коллеги. Для артистов Академического театра оперы и балета имени Эрика Сапаева лучший отдых – смена обстановки. На 10 дней вся труппа покинула стены родного театра и переместилась в курортный город Сочи. Здесь, на сцене Зимнего театра, наши артисты радовали отдыхающих своим искусством. Бурными овациями зрители встречали каждую постановку – «Лебединое озеро», «Эсмеральду», «Ромео и Джульетту», «Золушку» и «Щелкунчика». Восторженные отзывы и теплые слова от благодарной сочинской публики сопровождали наших артистов на протяжении всех гастролей. Напомню, театр оперы и балета имени Эрика Сапаева принимает участие в летних балетных сезонах в Сочи с 2018 года. Лишь в прошлом году из-за пандемии коронавируса поездка в Южную столицу не состоялась. В планах на будущий год представить на суд курортной публики премьерный и уже полюбившийся марийской публике балет «Бахчисарайский фонтан». «Очень интересные гастроли, труповые. Кто был на нашем спектакле, узнаете. Все те лица, которые выступали в прошлом, они приехали, они здесь, они себя чувствуют тоже как дома, потому что не скрою, очень важно, когда приезжаешь на гастроли, в какую атмосферу ты попадаешь. Попадаю в Зимний театр, Владимир Владимирович, вам огромное спасибо, попадаю в домашнюю атмосферу, потому что все здесь, вся команда Зимнего театра, каждый год нашего приезда оказывает всю помощь именно относится к нам, к настоящим коллегам. Это очень важно и дорогого стоит». На родной сцене артисты театра выступят уже в ближайшие выходные. В воскресенье 8 августа желающие смогут посмотреть музыкальную сказку «Сокровище Бразилии». А маленьких зрителей вновь ждут в Республиканском театре кукол. После летних каникул театр гостеприимно распахнет свои двери уже в эту субботу. 7 августа для детей от трех лет будет показан спектакль по мотивам русской народной сказки «Машенька и медведь». А в воскресенье утром юных театралов вместе с родителями ждут на непослушную сказку «Колобок». Надо отметить, что грядущий 80-й сезон для театра юбилейный. Коллектив пополнился молодыми кадрами, которые наряду с опытными коллегами готовят много сюрпризов для любимой публики. Мы открываем 80-й юбилейный театральный сезон. Сезон обещает быть очень интересным и насыщенным. Уже сейчас трупа вышла на работу, начинает работать над новым спектаклем «Гуси-лебеди», премьера которого состоится в конце августа. Режиссер этого спектакля Александр Стоиский из Петербурга. Он уже знаком нашим зрителям, но по спектаклям для взрослых. И сейчас он ставит спектакль для малышей. В этом году мы планируем много новых постановок. У нас будет спектакль «Серебряная копытца» по сказке Бажова. Это будет новогодний спектакль. Также мы восстанавливаем спектакль «Каза-зереза». Он у нас давно очень не шел, и у нас будет новая версия этого спектакля. В следующем году у нас в планах есть поездка на фестиваль Киеда в Калмыкию со спектаклем «Вот какой рассеянный с улицы бассейна». Это недавняя премьера, которая состоялась в мае. Спектакль нашего заслуженного деятеля искусств Республики Миреал Татьяны Батраковой. Очень интересный спектакль. Уже в эти выходные мы ждем наших маленьких зрителей на самые любимые сказки нашего театра «Тумашенька и медведь» и «Колобок». Ценители изобразительного искусства всегда готовы порадовать музеи Республики. Республиканский музей изобразительных искусств предлагает вниманию зрителей сразу несколько разноплановых выставок. Приветствуют гостей экспозиция «Тепло женской души», в которой представлены работы Светланы Романовой и ее учениц. Картины, шкатулки, женские сумочки, открытки, елочные, игрушки, украшения и даже защитные маски выполнены в технике вышивки атласными лентами. Этим искусством бухгалтер по профессии увлеклась более восьми лет назад и сейчас обучает мастерству других женщин, которые еженедельно встречаются в клубе любителей вышивки лентами. Из подруг мастериц выходят самые разнообразные цветы – полевые ромашки, васильки, лесные ландыши, садовые лилии, тюльпаны и, конечно, розы. Однако с помощью атласных лент можно изобразить на картине не только цветы, но даже животных и птиц. Смотрятся они настолько реалистично, что зрители, которые впервые видят такую картину, часто задаются вопросом – где художник собрал столько птичьих перьев для работы. Не все любят вышивать цветы. Кому-то по душе природа. Кто-то хочет именно птиц. У меня есть одна любительница природы. Она именно увлекается животными. Я как-то, знаете, предпочтение больше даю цветам. Теперь, когда выращиваем цветы, любуемся цветами из той позиции, ага, как же его вышить. И каждый раз что-то разглядываешь, каждую тычиночку, каждый лепесточек, разглядываешь, какого цвета, какие разводы. Знаете, это очень увлекательно. Также посетители могут оценить и другие выставочные проекты музея. Это ряд персональных выставок. Не только живопись Ирины Токарь, к 70-летию художника Сергея Вишневского и Мариэл глазами Нижегородца Михаила Полякова. В Национальной художественной галерее желающие могут познакомиться с творчеством уроженцев Сернурского района. К его столетию здесь открылась выставка «Тихая моя родина». Реалистичные пейзажи, философские размышления художников-этнофутуристов, искусная вышивка стернурских рукодельниц. Все это поможет зрителю ближе познакомиться с родиной многих выдающихся деятелей Мариэл. Поэты и киноактеры Ивана Кырли, литераторов Шабдара Осипа и Кима Васина, композитора Ивана Молотова, флейтиста Виталия Шапкина. Также посетители галерей могут познакомиться с историей края, побывав на выставке «Путь длиною в век», посвященной столетию Мариэл. Уникальная экспозиция познакомит посетителей с марийским национальным костюмом, предметами народного быта, живописью, графикой, скульптурой, декоративно-прикладным искусством. А персональная выставка народного художника России, академика Российской академии художеств Евгения Ромашко, доставит истинное удовольствие ценителям живописи. Проселочные дороги с полевыми цветами, зимние пейзажи, европейские улочки. Все работы мастер, представленные на выставке, написаны художником на пленэрах за 3-4 часа. Некоторые из них довольно внушительных размеров вызовут искреннее удивление посетителей, ведь они тоже создавались под открытым небом за относительно короткий промежуток времени. Вообще можно выделить три темы в творчестве художника. Это, конечно, путешествия по разным странам и континентам. И здесь у нас есть и образы Китая, и европейские виды мы можем увидеть. Это, естественно, образ его города, где он живет. Это современный московский пейзаж. Но большинство работ, они подчинены теме поиска образа Родины. Вот той России, о которой можно и нужно петь песни, в том числе и в живописных образах. Разные уголки старой России, города Золотого кольца, от Калининграда до Владивостока. Все это тема картин художника Евгения Ромашко. Глядя на работы мастера, учатся создавать свои художественные шедевры и наше юное дарование, которое посещает летний детский лагерь-галерея. В течение лагерной смены они посещали мастер-классы и участвовали в пленэрах. О том, чему ребята научились за время лагеря, они расскажут на дне открытых дверей, который состоится в конце августа. А зрители телеканала Мэтр узнают об этом из наших выпусков новостей.